ребята всем привет сейчас я в этом видео постараюсь набрать своих друзей знакомых с кем я общаюсь и кто живет в разных странах мира давайте с вами вместе попробуем дозвониться им и узнать как обстоят дела у них сейчас я этот ролик записываю 7 апреля ну давайте давайте с вами пробуем позвонить и посмотрим как как обстоят у них дела ребята сейчас звоним моему другу андрею он живет в лондоне семьей алла да привет привет конечно критическая в плане экономики а у нас я уже работаю с дома 3 недели официальная гайдлайнс от британского правительства чтобы там тоже работники могли работать дома поэтому все компании отправили своих работников домой понятно что сейчас заработать только те кому ну ездят на работу только те кому нужно там курьеры какие-то другие работы мне кажется ситуация лучше по состоянию с россией потому что здесь правительство анонсировала несколько мер которые помогают экономике включая например мы как get то есть много компаний стали увольнять на сотрудников либо отправлять их на неоплачиваем отпуск компания отправлять на неоплачиваем отпуск тогда правительство платит зарплату до двух с половиной тысяч фунтов на протяжении трех месяцев то есть это очень положительно налоговые скидки потом потом бесплатные займы для карты для компаний любого малого среднего бизнеса для кого угодно они самого бизнеса понятно что все полностью мертвого бизнеса которые связаны с потреблением с потребителями они конечно все в нуле по и за исключением как сам понимаешь ритейла ритейла который на доставку да 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 понятно там магазины еды почему есть надо и так далее нормально здесь поддерживается но понятно что и понятно когда мы выйдем из этого по идее если я считал пик у нас должен быть это через недели две только полторы поэтому мне кажется мы еще точно будет сидеть маль это сто процентов и потом на скорее всего начнется возвращение экономики это плавное возвращение экономики в нормальное русло но понятно тут тоже пытает уже это не так все просто тут надо разрабатывать разрабатываться большой план у нас пока каждый день число смертей увеличивается в исполнении было там 700 помочь чем-то либо же 900 где не за последние 24 часа но это как бы это как бы понятно что это те кто которые заболели там три недели назад 4 3 недели назад то есть понятно что за последние три недели уже само само рейд развития заболеваний он уменьшается поэтому да есть позитивные нотки всего локдауна полного у меня уже 7 апреля сменилась 8 апреля вчера не всем к сожалению получилось дозвониться поэтому собственно говоря нет никакого подвоха с ней как там в кино ищите а вот он сменил уже рубашку ты можешь выходить на улицу в следующем 4 ситуациях на работу то есть ты непосредственно должен там быть второе это когда ты выходишь там едешь в больницу либо какой-то там за медикаментами в аптеку третье это когда ты идешь в магазин то есть нужно дойти в магазин купить продуктов и вернуться то есть это разрешаться и четвертое это ты можешь сделать одну один один эксерсайз в день то есть это пробежка прогулка и так далее то есть это все разрешает у нас везде написали типа что бегать нельзя на велосипеде нельзя вот что я считаю глупо в магазинах все есть нормально слушай да в магазинах поначалу там где-то три недели назад магазинах был большой бум то есть все поперли очень много все скупили то есть реально было потом приходишь в магазин ничего на полках нету но вот где-то с начала прошлой то есть с середины прошлой недели все восстановилось то есть сейчас приходишь там если полно продуктов мясо все есть то есть проблем нет понятно что там устраиваются очереди вот идет в два метра перед магазином то есть надо подождать ну а так нет у вас выйти пишешь куда идешь и откуда ты там в верхушку заполняешь свои данные и идешь с этой бумажки например а если он тебя останавливает ты при нем заполняешь я иду оттуда-то иду туда-то например в магазин подписываешь и отдаешь им мои ну они если хотят проверить ну правда ли ты говоришь потому что тоже ходить на там ближайшие магазины очень много выписывают за несоблюдение слышал что даже если без маски на улице это тоже любой до человека проверяют все может заходить маски автобусы я смотрю публичные тоже есть а ты не знаешь а если к примеру а если ты к примеру захочешь там из италии из милана поехать но не знаю там швейцарию границы закрыты у вас или короче интересно чтобы как будет продолжаться но честно говоря пока у нас очень странно много очень странных таких вот я не могу сказать назвать это указами это больше носит как бы как что-то типа рекомендаций или блин постановлений каких-то но одно противоречит другому просто болен как бы qr-коды но будут те выдаваться qr-коды как это будет контролироваться кто это будет контролировать у тебя у сестры в итоге экзамены вообще как как она будет сдавать онлайн онлайн да интересно потому что у нас пока сказали у нас пока сказали в россии что егэ никуда не переносят будут тут короче типа 6 июня будут сдавать да надеюсь надеюсь что ситуация будет улучшаться надеюсь что будет улучшаться не получилось у нас здесь тоже бизнес херня херней крутимся вертимся дома тоже конечно тяжело это хоть выйти можем здесь на дорогу маленького вас там говорят что в казани там так что если ты хочешь выйти на дорогу что надо смс получать писать да у нас здесь и выходить дальше можешь у нас прям говорят даже что гулять можно вот семьей своей вот например папа мама дети пошел гуляешь но если других там встретишь от них маленько отходить там вот как расстояние вот это держать полтора два метра закупаться у нас можешь ты можешь у нас на велосипедах кататься у нас даже говорят идите делайте спорт занимайтесь спортом чтобы ваш иммунитет работал чтобы движение было чтобы ваши легкие работали идите бегайте идите катайтесь на велосипедах чем которые вот конечно в города живут например там в центре как вот вы например в москве у нас в городах не разрешают людям на детские площадки ходить они закрыты насчет работы меня можно сюда ездить я сделал такую бумагу тоже для моих рабочих что они работают вот как ты сказал в одни в одной компании которая должна работать чтобы движение стране было вот эти вот там перевозки все такое поэтому нам можно ездить ребята едем дальше звоним в нью-йорк андрею андрюшка ну слушай как у вас там дела в нью-йорке расскажи мне слушай а какой у вас вообще там режим карантина можно ли вам выходить а метро работает нью-йорке все полностью работа весь общественный транспорт полностью работа все в целом закрыто там рестораны магазины которые не продают там продуктовые так далее весь бизнес стал я тоже обязан сей дома я также платить зарплату учитывая что у меня эта работа дистанционно не может выполняться практически никак а зарплату тебя полностью полностью все платится в моем случае полностью да но я знаю очень много ребят кому сократили зарплату кого уволили в моем случае что мне положено на мою семью 2900 долларов единоразовая выплата должен был заплатить 241 доллар налога но мне сказали не надо ничего платить выделили 541 доллар помощи если не то что не заплатил меньше и 541 доллар помимо этого перечисли плюс если я потеряю работу все-таки мне будет платить четыре месяца мою зарплату государство ребята звоним в швейцарию в город лозанна здрасте как как у вас в швейцарии недели назад мы являлись одной из такой лидирующих стран по больным людям обычно у нас там скажем тысяча полторы тысячи в день было больных а уже второй день у нас там восемьсот шестьсот как бы цифра стала спадать у нас нету строгого карантина нам нужно можно выходить на улицу нам можно гулять все ходят в магазин то есть все закрыто но магазин продуктовый работает у нас изобилие продуктов все есть у меня есть знакомый кто заболел швеции и им не оказывает никакой помощи и против человека коронавируса помощи никакой нет давайте попробуем с вами позвонить в америку в майами курку ты меня слышишь как там у вас разрешается все майами закрыт вроде да ясного неба тут приходит письмо что сегодняшнего дня здание закрывается полностью и спорта там бассейн написали что типа нельзя выходить на улицу без весомой причины мне прям за счет этого письма стало жутко но это первое было тогда там еще не готовы ко всему думать выходить нельзя что происходит написано но можно выходить в grocery stores можно выходить в аптеку и можно выходить на улицу конечно кто-то или быстро ходит кто-то или бегает скейт и куча велосипедов людей очень много на улице на самом деле или собаками гуляют движуха как у тебя вообще там в италии у вас есть какая-то информация когда у вас там могут что-то открыть сказать что вообще скорее всего не стоит рассчитывать на быстрый какой-то исход на быстрое окончание карантина хотя последние дни уже говорят что пошло на спад потихоньку что меньше уже намного меньше зараженных слушай а вообще в течение этого время времени вот пока там сейчас на карантине у вас магазины там типа продукты такого плана все нормально все есть нет ни с чем проблем но кей ладно рад слышать все давайте не болейте с чем проблем он 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 Продолжение следует...